Один из главных и часто встречаемых мной вопросов за последнее время от новичков звучит примерно так Эй, я Варлок, не подскажешь, что мне нужно выбивать из брони? Или Эй, я создал Титана, ничего не понял, перешел на Охотника, но легче не стало, какие экзоты мне нужны, какой подкласс качать лучше И да, билды это то, в чем новичку без помощи опытных игроков не разобраться Я бы мог, конечно, играть с кем-то из подписчиков и рассказать им, что как, словно репетитор Но у меня не так много времени даже на стримы порой Так что давай я расскажу тебе самые базовые основы того, как тебе следует развивать своего персонажа Сразу сделаю поправку на то, что в этом ролике мы поговорим по большей части о ПВЕ составляющей Я расскажу, что лучше работает для зачистки кучи мелких врагов или для убийства жирных боссов По большому счету, билд строится на двух китах Статы персонажа и связка снаряжения, его перков и вашего подкласса И если разобраться в статах и в том, как они влияют на игру, дело не хитрое То вот в том, чтобы отладить свой билд на прочную связку ветки подкласса, оружия, брони и экзотов В этом разбирается далеко не каждый игрок со стажем Я даже думаю, что если это видео наберет нормально просмотров, то я сделаю отдельные видосы с подробными билдами для каждого класса Или запишу топ билдов, которые вы так любите, хоть я так и нет Пишите в комментариях, если стоит так пристально этому уделить внимание Ну а пока коротко Статы персонажа это вот эта череда значений справа Ловкость, защита, восстановление, интеллект, дисциплина, сила Все они растут из суммарных значений, параметров на вашей броне Каждый раз выбивая шмотку, обращайте внимание на вот этот параметр снизу Сумма должна быть как можно больше Больше сумма, больший бонус в характеристике персонажа Наиболее жирные по параметрам шмотки вы можете получить в рейде В сумрачном налете, на уровнях сложности мастер и герой А также в битвах ивента железное знамя Который проходит в игре в среднем раз в месяц Шмот из этих источников может падать с характеристиками от 50 до 60 с плюсом единиц Все что ниже 50 смело выбрасывайте, это мусор Когда вы начнете примерять шмотки и собирать свой сет Обратите внимание на то, что нет смысла делить вот эти вот ячейки параметров 10 пунктов Каждый заполненный влияет на характеристику, за которую отвечает Но если, к примеру, у вас будет 6 полных и половина седьмого квадрата То плюса от этого вы никакого не получите А значит лучше подгонять характеристики так, чтобы вот этого вот лишнего бонуса Было как можно меньше и везде были плюс-минус ровные значения Итак, 6 характеристик Какая за что отвечает, все знают, читать все умеют Но не все знают, какие из этих характеристик действительно важны И стоят того, чтобы их прокачать Ну, тут что бы я ни сказал, со мной будут спорить Потому что во многом это индивидуальные параметры Кто-то намеренно качает подвижность, чтобы скакать как не в себе Но для тебя наиболее заметное изменение Привнесет прокачка восстановления, интеллекта и дисциплины Быстрее приходить в себя, добравшись до укрытия во время горячей перестрелки Благодаря прокачанному восстановлению Приятно хоть в ПВЕ, хоть в ПВП Интеллект, в принципе, и в жизни штука такая, полезная Но в Destiny от ее уровня зависит то, как будет восстанавливаться твоя суперспособность А это очень важно в любом типе активностей, опять же Дисциплина отвечает за гранату Так что прокачивая этот параметр Ты тоже будешь сразу замечать, что гранаты у тебя откапливаются гораздо чаще До 1 октября в игре было 3 параметра персонажа Ловкость, защита, восстановление Тогда я качал чаще восстановления С 1 октября и релиза Обители теней добавились 3 параметра из первой части Интеллект, дисциплина, сила И эти 3 величины в первой части все старались качать примерно равнозначно Но чаще перевес был в интеллект и дисциплину Потому я дал такие советы, в общем-то и сейчас Но могут быть поправки на популярные билды Например, при сочетании автомата Монте Карло Который поможет быстрее откапливать вашу рукопашную атаку Будет круто, если ваш комплект брони даст вам как можно больший уровень силы И позволит откатывать заряженную рукопашку еще быстрее Имея при себе эти знания, как мы будем строить свой билд Выбирайте ветку подкласса Выбирайте экзот, который улучшит параметры ваших специальных возможностей И выбирайте перки Устанавливайте моды в броню, которые также добавят вам лишних цифр Важные характеристики Покажу несколько самых банальных примеров Чтобы не сильно нагружать сложными комбинациями Но повторюсь, если хотите более детального взгляда Лайки, комменты, все вот это вот, чтобы меня в курсе поддержать Так, я полетел в зал трофеев, чтобы было удобнее все показать А пока летим Рекламная пауза для спонсора Некогда сидеть и тупо фармить Очень хочешь сезонной пушки, но пугает количество требований квеста Что ж, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание Выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов И сделают это быстро и качественно на любой платформе Новый желанный экзот, закрытие рейдов, да даже прокачка персонажей Все это доступно на сервисе двинг.нет По промокоду Трипл Вайп ты сэкономишь не только нервы и время А еще и деньги, скидка-то 15% Ссылка будет в описании Назад к билдам Например, солнечный охотник в средней ветке Путь тысячи порезов Что можно настроить для него? Самое банальное, как 2 плюс 2 Заиметь себе перчатки-осколки Галанора Которые будут откапливать часть суперэнергии за убитых с помощью того самого супера противников Установить несколько модов, повышающих интеллект вашего персонажа в разной части вашего сета Чтобы сократить базовое время отката вашего супера Плюс добавить сюда способность отпушек Можно использовать, например, экзотическую импульсную винтовку Бэт Джуджу Которая дает вам больший прирост суперэнергии за убийство противников И проследите за модами Возможно, у вас есть возможность поставить мод удаленная связь С которой за убийство со снайпы будет неплохо так бустить прирост энергии Или на вашем классовом предмете есть необходимый мод, который поможет откапливать больше супера Можно прокачать эту же ветку, но в другую сторону Для урона в ПВЕ с однозарядного гранатомета, типа горной вершины Основываясь, например, на руках перчатки, обшитые хамкары Которые перезаряжают ваше оружие за попадание в ближнем бою Ставите перчатки, выбираете нижнюю ячейку классовой способности Которая будет перекатом перезаряжать способность ближнего боя И вуаля, кидаете ножи в противника Он получает постоянный урон от поджога А вы благодаря этому без перезарядки вваливаете с горной вершины Потом у ворот, снова бросок ножей и погнали дальше Просто работает Если говорить не только про охотника То мне понравился пример из видео Дата С Варлоком Буревестником Так что, да, сейчас диму Дата Как ей всегда, впрочем-то Коронабурь, экзотический шлем, который будет ускорять восстановление электрических способностей И продлит время работы штормового транса Надеваете его, выбираете верхнюю ветку саб-класса, концентрация заряда Тут у нас есть крутой перк, электросеть Цели, получившие урон от ваших гранат, поражают соседних врагов разрядами молнии Гранаты и разряды молнии восстанавливают энергию гранат Эффект этого перка накапливается до трех раз Выбираете гранату помощнее Убиваете троих противников с ее помощью Продлеваете действия бафа, убивая еще одного противника с заряженной рукопашной атакой Восстанавливаете энергию гранаты И убиваете еще пачку врагов с ее помощью Вы видите, с какой скоростью растет ваш супер Это отличный вариант билда для эффективной зачистки армии мелких и средних врагов Хоть в соло, хоть в команде Кроме этого, обращайте, как я уже сказал, внимание на перки на вашем оружии и на моды, что вам доступны Например, перк Диверсант, который будет давать увеличенную энергию гранат за убийство противников Перк Двойной удар на дробовиках, который увеличит урон от рукопашной атаки после попадания каждой дробью по врагу Сочетание этого перка и колена Титана с экзотными ботинками Перегрина это хит сезона, который позволит делать вот так, например Моды Важная часть любого билда С появлением системы модов 2.0 вся броня в игре разделилась на эксклюзивные бонусы, привязанные к энергии шмотки Например, сборщик боеприпасов для гранатометов и револьверов теперь может быть только на ногах с пустотным уроном А сборщик под автоматы и фьюженки на солнечных Это не совсем удобная система, у нее много противников Но пока что нам нужно научиться играть именно с такими настройками Так что будьте терпеливы к этому Где брать моды, обычные или улучшенные, я рассказал в отдельном видео Так что если этот вопрос для тебя все еще открыт, посмотри его Среди модов можно также найти именно те, что нужны будут вашему билду Моды преобразователь импульса и улучшенный преобразователь импульса будут сильно сокращать время восстановления вашей способности ближнего боя за попадание гранатами Надеваете его, например, к тому билду на охотника или варлока, что я показал ранее Выбиваете автомат монте-карло и веселитесь с заряженной атакой ближнего боя сколько душе угодно Энергия из праха, цикличный бонус к энергии гранат Если у вас персонаж с высоким уровнем дисциплины, вы очень любите гранаты и хотите, чтобы их было как можно больше Ставьте этот мод, он будет восстанавливать энергию гранат за убийство с гранат И таких модов несколько, генератор на пустотной классовой вещи, боксер на электрической К сожалению, это все хоть раз, но нужно изучить самому Прочесть, что ставят опытные игроки, посмотреть описание модов, что у тебя уже есть и выбить те, которых не хватает Самое сложное во всем этом уследить за тем, какие моды куда могут быть установлены Чтобы в этом как можно быстрее сориентироваться, Нирис составил удобную таблицу, список На русском языке мы ее уже публиковали у себя в группе, но ссылку на пост я оставлю в описании Сохраняйте ее к себе и уверен, она вам очень и очень пригодится Кроме всего сказанного, в группе мы подготовили огромный материал про броню 2.0 Там очень много цифр, и возможно кому-то в такой стене текста будет сложно ориентироваться Так что пишите пожалуйста в комментариях, нужна ли видео-версия всего этого богатства знаний И мы постараемся сделать все понятнее в новом ролике, без растягивания на целые часовые лекции Но не теряя суть при этом А я пока прощаюсь, спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео И до связи, Страж!